Ученики школьного комплекса гимназии номер 29 Бишкека заняли призовые места в конкурсе по лучшим проектам, который прошел в Санкт-Петербурге. На конкурс Балтика вчера, сегодня и завтра кыргызстанцы представили три проекта о национальном напитке КМС, про озеро Иссыкуль и о влиянии шоколада на организм человека. Чем отличались проекты наших учеников, расскажет Бермет Курмамбекова. Сегодня у нас торжественный день в присутствии вас. Мы бы хотели поздравить наших звездочек, которые достойно показали себя в Санкт-Петербурге. На конкурс ехались ученики из Финляндии, Эстонии, Белоруссии. Кыргызстанцы же в этом состязании принимали участие впервые, но, несмотря на это, им удалось добиться весомого результата. Призеров поблагодарил коллектив школы, где они получают образование. Выиграли пять призовых мест. Была оценена научность наших проектов. Дети показали не только умение работать с литературой, но и умение практической работы. То есть показали, на каком уровне находится химия в нашей республике. Дети показали, что они умеют делать все опыты и все остальное. И самое главное, они показали, что они умеют доказать свою правоту и показать, насколько они понимают то, что они делают. Шабдан сегодня не скрывает радости. На конкурсе он защищал проект о национальном напитке КМС. То есть он рассказал о его химическом составе и лечебных свойствах. Из 120 конкурсантов он удостоился диплома второй степени. КМС на сегодняшний день является альтернативным видом лечения, так как появилось такое название в народе, как кумысо-лечение. И я специально выбрал эту тему, потому что она сегодня актуальна. Все люди хотят полечиться именно этим продуктом. И очень много интереса проявляют со стороны других стран. Первые места заняли Екатерина и Артур, чьи проекты объединили такие науки, как история и химия. Артур представил на суджюри видеоролик об оздоровительном эффекте воздуха озера Иссык-Куль, а также о его истории. А Екатерина рассказала о химическом составе шоколада. Выбор был очевиден, я считаю, потому что Иссык-Куль – это жемчужина нашей страны. И не показать ее за рубежом, я считаю, был бы вступлением. Оценили проект хорошо. Мне дали первое место по мнению самих участников. Рассказывали ту информацию, которая не представлена. На одних нигде не представлена. Например, вот вы знали, что шоколад в шоколаде содержится вещества, влияющие на эмоциональные центры мозга. Например, теобронимин, фенилэтиламин. Шоколад благоприятно влияет на организм человека. Он регулирует работу пищеварительной системы, стимулирует работу мышечной и нервной системы. Поэтому шоколад полезен для спортсменов. Но, однако, стоит уточнить сразу, что речь пойдет только о натуральном и качественном продукте. Призеры международного конкурса не намерены останавливаться на достигнутом в планах молодых ученых участие в других научных конкурсах и покорении новых вершин.